Итак, друзья, многие уже знают, что рестайлинг Hyundai Creta вызвал много противоречивых мнений, и в компании это признали, поэтому срочным образом принялись за исправление ситуации. И перед тем, как рассказать все подробности, поставьте лайк и поделитесь этим роликом в соцсетях, если вас не затруднит. А также, если тут впервые, подписывайтесь на канал чтобы получать свежие новости каждый день, и мы начинаем. Уже появились первые скетчи обновленного автомобиля Hyundai Creta. Конечно же, на скорую руку было принято решение взять более удачный дизайн передка от старшего брата Hyundai Tucson. Все остальное осталось без изменений, так как явно аудиторию не устраивала именно передняя часть. Первые снимки были представлены в индонезийском офисе Hyundai. При этом попутно они анонсировали семиместную версию. Для Creta это было легко сделать, так как собрат Kia Sonnet там уже продается в семиместном исполнении. Выложенное в сеть видео подтверждает, что удлиненная Creta все-таки станет глобальной моделью, а не окажется автомобилем исключительно для Индии. Но ждать большого прироста в размерах не стоит. Длина увеличится всего на 20 см, а колесная база увеличится на 15 см. Также, судя по опубликованным видеотизерам, в салоне должна появиться полностью цифровая панель приборов, панорамный люк в крыше и акустическая система от компании Bose. Также есть информация, что после обновления Creta получит систему ADAS 2 уровня с камерами кругового обзора на 360 градусов. Сообщается, что в Индонезии премьера рестайлинговой модели состоится уже 11 ноября этого года и сразу же должны стартовать продажи, но в Россию обновление доберется скорее всего только к 2022 году. Автомобили в Индонезии будут собирать на новом заводе Hyundai, который станет первым предприятием корейской марки в Юго-Восточной Азии. В заявлении сказано, что Creta 2022 года разработана специально для Индонезии, но скорее всего аналогичные доработки получат во всех странах, ведь по сути изменения небольшие. Также мексиканские СМИ пишут, что в качестве базового мотора для новой 7-местной версии на местном рынке будут использовать двухлитровый атмосферный мотор на 149 лошадиных сил и 192 ньютон-метра крутящего момента. Но также не исключают появление турбомотора объемом 1,4 литра с отдачей в 138 лошадиных сил. Привод будет по-прежнему только передний, а коробка будет шестидиапазонный автомат. Пока же российскому покупателю доступен не самый удачный вариант экстерьера модели. Но последние месяцы расширилась моторная гамма. Для россиян стал доступен двухлитровый атмосферник на 149 лошадиных сил с шестидиапазонным автоматом и передним приводом в бюджетной комплектации Classic по цене от 1 миллиона 435 тысяч рублей. Эта цена, рекомендованная производителем. Что же на самом деле у дилеров, это уже другой вопрос. Напомню, производство данной генерации корейского кроссовера Hyundai Creta стартовало на заводе компании в Санкт-Петербурге 1 июля 2021 года. Поэтому для появления новой версии придется произвести изменения и на заводе в Санкт-Петербурге. И поэтому новинку можно ожидать уже в 2022 году. Предлагаю обсудить эту информацию в комментариях и уже жду вас там. Не забудьте подписаться на канал, жмите лайк и колокольчик. До встречи в очередном выпуске. Будьте в курсе всех событий автоиндустрии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»